Пункт Б. Библейская проповедь. На мой взгляд, в церквях должна звучать преимущественно экспозиционная проповедь с вкраплениями вероучительной и тематической проповеди. Несколько лет назад журнал «Христианство сегодня» вышел в обложке, которая навсегда врезалась мне в память. Там была картинка, где на заднем фоне стояла кафедра, а на переднем — диваны, и подпись была такая. Заменит ли психотерапевт проповедника? Вот такой вопрос вынес журнал на повестку дня. Да и понятно, почему. Ведь если прослушать достаточное количество проповедей и учесть мнение моих коллег по поводу известных мне проповедей, то кажется, что кто-то с помощью Библии ведет психотерапевтический сеанс, кто-то при помощи все той же Библии преподает урок самопомощи, ведет занятия по менеджменту в аспекте библейского учения. Не знаю, возможно, в евангельских церквях дело обстоит иначе. Но не проповедует, не преподносит библейское учение как таковое. По словам моих коллег, лично я посещаю литургическую церковь, где на каждом богослужении читается Ветхий Завет, Псалмы и Новый Завет, Евангелие. Так вот, по словам моих коллег, есть церкви, где на богослужении текста Библии можно вообще не услышать. Видимо, обязательной составляющей это не является. Вот почему я вижу необходимость в возрождении экспозиционной проповеди, в рамках которой проходило бы изучение книг Библии, например, серия проповедей по Евангелию от Марка и место этих евангельских событий в общей истории искупления и так далее. Поскольку невозможно анализировать это Евангелие без упоминания, применительно к отдельным его фрагментам, скажем, книги пророка Исаии. Есть также, на мой взгляд, и потребность в изучении отдельных тем. И здесь библейское богословие как таковое будет играть отнюдь немаловажную роль. Вспомним хотя бы уже затронутые нами темы обетования или завета. Важно придумать, найти способы напомнить людям об общей картине, о макронарративе. В своей книге, указанной у вас в библиографии, Фредерик Бикнер пишет, что хорошая книга есть хорошая книга, у нее есть сюжет. На мой взгляд, и я об этом уже говорил, с литературной точки зрения, писание представляет собой комедию. Ее сюжет напоминает подкову с отправной точкой в идеальной ситуации, которая затем утрачивается, но в конце концов вновь возвращается к идеалу, от бытия до откровения. В моей формулировке эта мысль звучит как мантра «Божий замысел» «Собрать и сохранить Божий народ с назначенным Богом мести, дабы Он жил под Божьей властью, по Божьим законам, присутствии святого и любящего Бога, одной семьей, пребывая в истинном поклонении». И в этом глобальная цель, глобальный замысел. На мой взгляд, в своей проповеди мы должны очерчивать этот широкий контекст, чтобы нагляднее показать взаимосвязи, и библейское богословие здесь играет важную роль. В современном мире эту задачу нередко решают с помощью аналогии между писанием и драматическим повествованием, или пьесой. В ней выделяют начало, развитие и конец. В таком повествовании есть динамика, события, слова, действующие лица, а также коллизия и развязка. Вот почему о писании как о повествовании, о рассказе, о пьесе говорят уже довольно давно, и в последнее время все чаще и чаще, что в целом вполне справедливо. Так вот, учитывая это, мы, вероятно, должны определиться, как нам преподносить Писание во время проповеди с кафедры или просто чтение библейского текста на богослужении, если такая церковная практика есть. Так Библию можно представить как историю, Божий проект или замысел, или придумать какое-то еще глобальное, широкое название. А теперь, как все это соотносится со следующим пунктом – преподавание Писания. Как видите, эти пункты я разделил. К разнице между проповедью и преподаванием мы еще вернемся, но немного позже. На данный момент просто помните о том, что я их разделяю. Сейчас речь пойдет скорее не о проповеди с кафедры, а об изучении Библии на занятиях в церкви. Крейг Бартоломью и Майкл Гохин на своем сайте, вероятно, вы помните, что Бартоломью и Гохин – авторы книги «Драма Писания». Адрес сайта указан у вас в библиографии. Предлагают 12-недельный курс по библейскому богословию, основанный как раз на сравнении Писания с драматическим повествованием, пьесой. Есть такие же курсы, рассчитанные на 16 недель и на 28 недель. Это как раз пример использования библейского богословия в преподавании Библии в рамках церкви. А вот еще более ранний пример. Бернард Андерсон. Эта фамилия в списке литературы тоже есть. Преподаватель Ветхого Завета. Пишет он скорее не с евангельских позиций, а с точки зрения консервативного, неоортодоксального подхода, если выражаться богословски. И все же его работа представляет очевидный интерес. В этой небольшой книге, разворачивающейся драма Писания, автор предлагает уроки по изучению Библии, раскрывающие всю картину целиком. Книга была написана в 70-х годах, но уже тогда аналогия библейского текста с историей и драмой пользовалась популярностью. Андерсон понимает, что самого слова «драма» в Библии нет, однако считает его употребление как организующего элемента и удобным, и уместным для Писания содержания Библии. Итак, он употребляет термин «драма» и также называет Писание Божьим манифестом. Такой дескриптор у него тоже есть. Манифест, говорит он, представляет собой публичное заявление, как правило, главы государства или политической группы, выражающие намерения и мотивы. Исходя из этого, Библия – Божий манифест, публичное заявление о его намерениях и мотивах. Андерсон видит в Библии драму в трех действиях. Драма в трех действиях. При этом, каждое действие составляет материал для одного урока. Итак, мы выделяем пролог в начале. Это первое занятие. Очевидно, что речь на нем пойдет о сотворении. Далее, действие первое. В нем освящено формирование Божьего народа. Здесь автор выделяет две сцены. Сцена первая – путь в будущее. Она составляет тему для второго урока. И сцена вторая – воспитание бедствием. И это третий урок. Далее, действие второе. Восстановление, воссоздание Божьего народа. Оно тоже состоит из двух сцен. Сцена первая – Новый Исход. И это четвертый урок. И народ Торы. Пятый урок. И последнее, третье действие. Преображение Божьего народа. Сцена первая – победа. Через поражение. Шестой урок. Сцена вторая – церковь и мир. Урок семь. И далее – эпилог. В последние дни. Это заключительное занятие. В ходе этих восьми занятий, в течение восьми недель, при условии один урок в неделю, Андерсон планирует охватить весь библейский материал. Пусть даже селективно, со слов «в начале» до слов «и будет в последние дни». Каждый урок включает в себя четыре ключевых библейских текста. Вот эта книга, в частности, тоже помогает ответить на ранее заданный вопрос о том, какие тексты являются текстами-ориентирами. Прекрасно, когда такие тексты выделяют в своих произведениях известные богословы. Напомню, что книга Бернарда Андерсона указана в библиографии. Называется она «Разворачивающаяся драма Писания». «Разворачивающаяся драма Писания». Автор пишет, «Вполне понятно, что каждое из этих действий в «Развертывании драмы» интерпретирует решающее историческое событие, провозглашаемое как великое Божье дело. Три ключевых момента в библейской истории. Это первое – освобождение угнетенного израильского народа от египетского рабства и обретение ими нового пути в будущее из, казалось бы, безвыходной ситуации. И в этом без труда узнается действие один. Второе – вавилонское пленение захваченного израильского народа, их чудесное освобождение и начало новой жизни на родине. Это новый исход и народ Торы, Исаия и Ездра. И далее третье действие – распятие и воскресение Иисуса Христа, благодаря которому появился обновленный народ Божий как Христова оперативная группа в этом мире. Все это свидетельствует о том, что автор предвосхищает более позднее утверждение Райта, которое он озвучивает в ряде своих публикаций. Библейскую историю, говорит Рай, следует рассматривать как пьесу в пяти действиях. Однако вернемся к Андерсену. В заключении он пишет «Только не следует думать, что пьесу эту можно смотреть из зрительного зала». Нам не предназначена роль зрителей, присутствующих на некой исторической постановке. Библия не учебник древней истории, это скорее комедия дель арте, вид итальянского народного театра, который был распространен в XVI веке, спектакли которого создавались методом импровизации. При этом действие происходило на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему представления, с участием актеров, режиссера и музыкантов. Следуя сюжетной конве, актеры должны были дополнить ее всевозможными импровизациями. Импровизация требуется и от нас, тех, кто занимается изучением Библии, мы должны вписать себя в ее сюжет, выстроить собственные действия и реплики на основе личного опыта. Мы должны быть готовы в любой момент подняться на сцену и принять в развитии этой пьесы, акт за актом, самое непосредственное участие в составе всей труппы, всего христианского сообщества. Возможно, это предупреждение излишне, ибо, как показывает опыт многих поколений, когда среди христиан звучат слова Библии, Дух Святой наделяет их особенным новым значением и силой, в результате чего люди превращаются в актеров той пьесы, которую Амос Уальдер называет «величайшей историей времени и пространства», и они вступают в отношения с самим Богом, с самым великим драматургом. Однако возникает вопрос, что отличает библейское богословие проповеди, если мы говорим о проповеди Писания с кафедры, от библейского богословия в преподавании Библии, например, в воскресной школе для взрослых. В идеале, такие занятия я оставил бы в учебный план библейской школы ежегодно, особенно для новых членов церкви. И далее, чем все это, в свою очередь, отличается от лекции по библейскому богословию? В этом вопросе я обязан не письменному источнику, а устному общению с человеком, которого я бы назвал величайшим проповедником и преподавателем Библии в Австралии. Это Питер Адам, автор книг и многочисленных публикаций по гомилетике. В данный момент он является ректором университета Ридли в Мельбурне, в Австралии. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Это нечто вроде эмпирического метода. Так вот он говорит следующее. На лекциях по библейскому богословию, а лекций, на которых мы рассматривали отдельные вопросы, у нас с вами было достаточно, не чисто теоретических, но с элементами практического анализа разных тем, 95% времени следует посвятить непосредственно исследованию Библии и только 5% ее применению. Это значит, что при исследовании, скажем, темы жертвоприношения, 95% времени мы должны пытаться проследить развитие этого вопроса в истории искупления и только 5% времени посвятить способам применения изученного в жизни. Это что касается лекции. Иначе говоря, библейское богословие в форме лекции призвано показать мои навыки анализа всего текста Священного Писания в ракурсе той или иной темы. На практических занятиях по библейскому богословию в рамках воскресной школы для взрослых, в формате, например, восьминедельного курса или как-то еще, соотношение должно выглядеть примерно так. 75% изучение Библии, рассмотрение избранного вопроса в ходе развития истории искупления и 25% практическое применение. Иначе говоря, что это значит для нас здесь и сейчас? Что же касается проповеди, то, согласно автору, 25% должно уходить на описание библейского текста, а 75% на применение. Это проповедь. Итак, по его мнению, с соотношением процентов вы, разумеется, можете не соглашаться, одним из дифференциальных признаков, разграничивающих проповедь, урок и лекцию, служит процент времени, отведенного на применение, на попытке ответить на вопрос «и что?». Какое значение это имеет для нас? Как это отражается непосредственно на нашей жизни? Однако я бы несколько дополнил эту картину. На мой взгляд, то, как мы используем Писание, то, как применяем его в проповеди, в преподавании, лекции, подобной сегодняшней, в выступлениях, таких как мой доклад по сексуальности, который я на прошлом занятии представил вашему вниманию, и так, то, как мы используем Писание, служит примером обращения с Ним, а также отношения к Нему. При этом наши отношения, равно как и обращения с Писанием, будут либо подчеркивать, утверждать, либо подрывать его авторитет. Это понятно? То, как мы используем Писание и как относимся к Нему, будет либо подрывать авторитет Писания, как Слово Божьего, либо утверждать его. Являя библейское откровение, как нарратив, характеризующийся последовательностью и внутренней динамикой. Кроме того, то, как мы используем Писание и как относимся к Нему, будет либо утверждать принцип аналогии Писания, или, другими словами, аналогии веры, или же подрывать его. Мы либо представим пример толкования Писания с помощью Писания, а не опровержения Писания с помощью Писания. Непонятные и неочевидные тексты Библии объясняются в свете понятных и очевидных. То же самое касается и учета жанровой принадлежности текста. В работе с текстом Писания мы либо подтверждаем важность этого требования, либо отрицаем ее. Равным образом в нашем подходе и отношении читается либо уважение к развитию истории искупления, либо фрагментарность ее восприятия, преподнесение Писания как мозаики из отдельных текстов, на которых мы предлагаем людям строить свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok